Спасибо большое, Юлия, что вы меня так представили. Меня зовут Игорь Целенчук, я президент Международного Института Здоровья Человека. И мы вместе с коллегами, с моими единомышленниками в Международном Институте Здоровья Человека занимаемся тем, что аккумулируем лучшие в мире методики по борьбе с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые врачебными методами, к сожалению, лекарств от них нет. Есть только возможность приостановить. Это, например, ожирение тяжелой степени, сахарный диабет второго типа, это инфаркты, инсульты, атеросклерозы. То есть нет волшебной таблетки, к сожалению, от этих тяжелых болезней, и это основные причины смертности. Ну и онкология, конечно. Предотвращение онкологических заболеваний тоже очень серьезная, важная вещь. И мы не являемся, конечно, супер таким исследовательским учреждением, мы скорее практики, мы применяем все вот эти вот методики, лучшие, новейшие, научные методики. Мы занимаемся строго научным подходом. Вот эти вот методики мы применяем к живым реальным людям и получаем замечательные результаты. Именно к тем людям, которые неравнодушно относятся к своему здоровью, в первую очередь, неравнодушно, и не уповают на то, что самая лучшая в мире медицина им как-то с этими вещами поможет. К сожалению, друзья, не поможет, и не поможет по вполне объективным причинам, потому что болезни, которые накапливались десятилетиями, к сожалению, с ними быстро разобраться нет никакой возможности. Это тяжелые хронические болезни, так называемые. И вот мы работаем с ними достаточно успешно. У нас мощнейшие программы против сахарного диабета второго типа, например, антидиабет называется. У нас мощные программы по снижению лишнего веса, даже в случаях, когда ничего не помогает, система 5-ти побед называется. Ну и ряд еще программ. Программы ультрадетокс по нормализации пищеварения и через это нормализация очень многих функций внутри организма. И еще многих-многих вещей. Со мной работают замечательные коллеги. И я хочу проанонсировать. Да, Юлия сказала о моем приезде. Я приезжаю в Чикаго. Это совпало. Несколько замечательных вещей. Я приезжаю в Чикаго бежать. Марафон будет в Чикаго. И, соответственно, я проведу такой интенсивный курс, называется «Здоровье и долголетие», в который все наши наработки за последние 5 лет войдут. А это серьезнейшие вещи по борьбе с лишним весом, по борьбе с сахарным диабетом 2-го типа, по нормализации функции пищеварения полностью, то есть желудка и кишечника, по нормализации функции пищеварения. И все вот эти вот, ну и по долголетию. Я об этом хотел бы сегодня чуть больше остановиться, потому что с прошлой передачи осталось пару вопросов, как раз по этим вопросам, а я на них, на прошлой нашей передаче ответить не успел, естественно. Много было вопросов. И все вопросы были очень хорошие, такие, ценные, серьезные для вас, дорогие слушатели, ценные. И вот этот вот интенсивный курс, да, интенсивный курс «Здоровье и долголетие» пойдет со 2 по 9 октября. Причем 2 октября я решил сделать вход абсолютно бесплатный. Он возле Чикаго пройдет в замечательном месте. Как Юлия называется? Баффало-Гроф. Баффало-Гроф. 11.01. Вест-Данди-Роуд. Это Баффало-Гроф, самый центр Баффало-Гроф. Так что, если будут вопросы конкретно, где будет проходить, то есть это будет проходить в 7 вечера каждый день, очень удобное время для того, чтобы люди пришли с работы, немножко отдохнули и приехали на встречу с вами. Значит, вы можете позвонить по телефону 224-628-2144, и я вам подробно расскажу, как добраться до этого места. И мы еще не сказали одну вещь, очень важную, что помимо ваших встреч с чикагцами со 2 по 9, Игорь Целинчук также будет сопровождать группу из Чикаго на Остров здоровья во Флориду. Это оздоровительный профилакторий, где вы сможете с 10 по 17 октября включительно пройти процедуры детокса, прослушать лекции, семинары. И очень-очень интересную программу Игорь составил, именно это и практика, и теория вместе в комплексе. И будут, я знаю, Игорь, индивидуальные занятия также проведены. То есть очень интересная, насыщенная программа, ожидая тех, кто поедет в сопровождении Игоря, и группа поедет из Чикаго с 10 по 17 во Флориду на Остров здоровья. Также все вопросы будете, можете задавать мне по телефону 224-628-2144, а также вы можете написать, выйти на, у нас идет сайт 3-3, нет, 4-4-3-3-2-2.ру, и на этом сайте все подробные объявления, информация, где, что, когда будет происходить, так что вам не нужно даже звонить специально, выйдите на сайт, и всю информацию вы узнаете. Спасибо, Юлия, да, что вы так напомнили всем об этих важных вещах. Итак, и вот эти вот вещи, связанные с долголетием, я на них очень серьезно остановлюсь. И, конечно же, вообще вот этот вот интенсивный курс здоровья и долголетия, я никогда такого не делал. Но тут я вообще живые мероприятия провожу редко, потому что наши ученики живут в 59 странах мира. Мы онлайн занимаем, ну, собственно говоря, ведущий оператор вот этого вот, скажем, помощи онлайн, именно с помощью интернета людям, Международный институт здоровья человека. И живые мероприятия я редко провожу, и тут вот такая, скажем, хорошая возможность. И я постарался, я больше 50% того, что я буду рассказывать, показывать и давать практику, как это все делать, и методики, и прямо адаптированные к каждому человеку, больше 50% я нигде никогда не рассказывал. Это свежие наработки, наши научные сотрудники над этим работают, изучают, что в мире происходит нового и так далее. Итак, с прошлой передачи у нас остался вопрос, сейчас я его сформулирую. Что вы скажете, вот примерно такое, что вы скажете о долголетии, и какие вы порекомендуете самые эффективные методы для того, чтобы достигнуть долголетия? Вот такой вот вопрос людей волнует, связанный с долголетием. Это очень правильный вопрос. На самом деле сейчас долголетие, это реально очень серьезный момент, который волнует многих людей. Потому что на самом деле продолжительность жизни увеличивается, продолжительность жизни людей увеличивается за счет успехов современной медицины в том числе и так далее. Но ведь вопрос еще качества жизни, очень серьезно стоит вопрос качества жизни. Потому что провести последние годы или десятилетия жизни на больничной койке, это удовольствия мало. Хотелось бы качественной жизни. Как этого можно достигнуть? Потому что на самом деле я не хотел бы, чтобы кто-то имел какие-то иллюзии. По счастливой случайности или по каким-то там счастливым данным вашим, генетическим в том числе, в 5% случаев это бывает. Но в 95% случаев это вопрос осознанных привычек и осознанного стиля жизни у человека. Вот это долголетие, именно качественное, активное долголетие. И я вам сегодня как раз расскажу важные вещи. Но сейчас вот я именно на вопрос отвечаю, как достигнуть долголетия. Значит, чтобы мы понимали, есть три аспекта, с помощью которых, современная наука, которая рассматривает, что с помощью них можно достигнуть долголетия. Первый аспект – это образ жизни. Эффективность этого аспекта, образа жизни, примерно 20%, а реальность достижения очень высокая, потому что это отработанные вещи. В частности, мы их практикуем и наши ученики их практикуют, это нормальный образ жизни. Тут все входит, да, и питание, и активность, и многие вещи, и образ мыслей, и так далее, и так далее. Второе, это уже в большей степени вопросы экспериментов определенных, это медикаментозная определенная поддержка в долголетии. Это даже может не в той степени, что медикаментозная, но это витамины, минералы, ну и какие-то лекарства, которые необходимы, но это лекарства профилактического типа. Эффективность этого тоже порядка 20-25%, но тут идут, во-первых, эксперименты весьма активно. И, во-первых, да, во-вторых, как бы золотых стандартов почти не существует, да, то есть есть какие-то хорошие рекомендации, я о них буду говорить как раз подробно на нашем форуме здоровья и долголетия. Формат нашей передачи просто не позволяет, это, ну там, по каждому, по каждому рекомендации надо минут 20 говорить. Вот, я буду подробно рассказывать на форуме здоровья и долголетия эти вещи, именно медикаментозные, те, что доказаны, те, что работают и те, что эффективны, да, точно. Ну, то есть это, ну, различные там и могут быть витамины, минералы или различные лекарственные вещества. И третий способ, это генная инженерия, это сейчас передние крайне науки, идут исследования, ожидается, что эффективность этого будет минимум 40-45%, но пока что это исследование, я думаю, что лет через 20-15, может быть, оно как-то будет запущено в более широкое использование людьми. Поэтому, что я вам хочу сказать, самым надежным и эффективным методом на сейчас есть коррекция образа жизни, есть коррекция образа жизни, а это широкие, это волшебные таблетки не существует, я хочу вам сказать еще раз, да, фактически волшебных таблеток, к сожалению, ни от каких вот этих вот вещей, ни от каких этих болезней, связанных со старением, не существует и, ну, трудно представить, потому что есть закон сохранения энтропии, да, и, ну, невозможно какую-то представить волшебную таблетку от того, что накапливалось в организме многими годами и десятилетиями. Да, но есть способы, которые позволяют в любом возрасте, подчеркиваю, в любом возрасте, применив их, получить устойчивый позитивный результат, то есть у человека улучшается состояние в любом возрасте, да, а если это начать, конечно, ну, не позже 50 лет, да, ну, то есть лет с 50 хотя бы, да, то можно очень серьезно как продлить жизнь, так и улучшить, радикально улучшить ее качество. И с точки зрения научной, для того, чтобы вообще измерить состояние организма, да, существует такая панель, панель измерений, то есть это комплекс из 19 измерений, различных там анализов и прочего. Я его дам тоже вместе с таблицей по его расшифровке, да, для каждого человека. Я его дам на нашем интенсивном курсе здоровья и долголетия. И, собственно, по комплексу этих 19 параметров может каждый человек, может каждый человек определить свое состояние текущее и динамику в любом случае, когда он начинает собой заниматься, там, допустим, раз в полгода, раз в год сдает этот комплекс анализа, он может свою динамику очень серьезно определить. Я знаю людей среди наших учеников, которые уменьшили свой биологический возраст по вот этой динамике на 20 лет. За, там, год-полтора. На 20 лет люди уменьшили свой биологический возраст, вы понимаете, да? То есть, вы даете... Это совокупность, да, биологический возраст, это совокупность, скажем, вот, ну, человеку в 20 лет, там, вот такая совокупность параметров его здоровья, да? В 30 лет вот такая, в 40 лет вот такая. Ну, есть какие-то типичные структуры. И точно так же, вот, есть совокупность параметров. Это анализы крови различные, там, на все, там, включая холестерин на разные, там, и так далее. Общая формула крови. Это совокупность гликализированный гемоглобин, уровень инсулина, уровень цепептида и так далее. То есть, все вот эти вот вещи, коэффициент, нома и так далее. То есть, это ряд исследований. Они делаются в лабораториях, ничего тут такого нету сверхъестественного. Естественно, в любой стране мира делаются. Вот, ничего в них нету сложного и там ультрадорогого. Но это объективные факторы, которые говорят о том, какое у человека состояние здоровья. Еще раз подчеркиваю, объективные факторы, да? Какое у человека состояние здоровья, а по комплексу этих факторов можно определить биологический возраст. Да? Это условное понятие биологический возраст, конечно. Ученые настоящие там смеются над ним. Но для того, чтобы мы, простые люди, понимали вообще вот те или иные параметры, которые у нас есть. Они вообще какие? Хорошие или они, может быть, хуже? А какие должны быть, да? Для этого существует биологический возраст. Но, конечно, для каждого показателя, который мы будем анализировать, существует референтное значение. То есть, это те значения, которых они предпочтительно должны быть. Это границы какие-то от и до. Я надеюсь, я не слишком сложно объясняю. Но просто эти вещи проще, к сожалению. Я и так упрощаюсь, да? Я их проще объяснить не могу. Я хочу, чтобы вы понимали. Отвечаю на этот вопрос, да? Программа антистарения – это комплексная, совершенно комплексная программа. Включает в себя вот образ жизни, коррекцию образа жизни. Это питание, в первую очередь. Начинаем с питания. Потом мы занимаемся именно активностью, физической активностью. Она должна быть посильной, подчеркиваю, посильная физическая активность. Я вот на том мероприятии, которое у нас во Флориде будет, во Флориде будет у нас максимально практическое мероприятие. И вот я там дам полностью все практические методики. Как заниматься физкультурой, спортом так, чтобы это было для вашего здоровья и долголетия, а не так, чтобы это угнетало ваше здоровье. Потому что многие люди не чувствуют, да, границы. Это очень важно. Особенно это важно в возрасте старше 50 лет. Почему я так говорю? Вот мне 50 лет сейчас, да. Я, ну, марафон бегу там первый в жизни, готовлюсь к этому, да. Я знаю, как правильно научно вот это готовится, да, чтобы не получать травмы, чтобы организм правильно работал. Как сердце должно работать, чтобы сердце развивалось. Многие говорят, там очень вредно бегать там на длинные дистанции и так далее. Там пишут, это часто бывает. Если неправильно что-то делаешь, вредна вообще любая физкультура и спорт. Если неправильно делаешь, любая физкультура и спорт вредит. Это иллюзии, что заниматься спортом это всегда полезно. Да, это абсолютно не полезно. Если это, если занимаешься так, что получаешь травмы, если занимаешься так, что у тебя сердце работает не в тех, не в той сердечной зоне пульса и не той зоне давления, которая нужна, да, так это не в пользу, это все во вред. Так вот, мы, вот именно в Международном институте здоровья человека занимаемся тем, чтобы вот эти все упражнения делались правильно. Это второе. Третье из образа жизни, это образ мыслей, которым тоже надо работать. Друзья, к сожалению, очень часто наши мысли, которые у нас крутятся в голове, нам капитально мешают жить счастливо. Понимаете? Нашему счастью эти мысли часто очень капитальнейшим образом мешают, к сожалению. И с этим тоже надо работать. И для этого есть инструменты на самом деле. Я раньше думал, что это приходится как-то людям, которые там к этому всему приходят, приходят по наитию. Да нет, человечество за тысячелетия наработало мощнейшие инструменты по работе с мыслями, по работе с подсознанием. Эти инструменты все понятные, ясные, их надо уметь применять, и они простые. Мы используем визуализации, когда человек представляет себе картину, которую он бы хотел, да, в своей голове. А на самом деле наше подсознание не чувствует разницы между тем, что мы себе представляем, и тем, что есть наяву. Оно посылает сигналы в нашу эндокринную систему по выработке ферментов, как будто это уже состояние такое происходит сейчас. И эндокринная система начинает работать вот этих визуализаций так, как должна работать, а не так, как сейчас работает у вас. Игорь, Игорь, у нас есть вопрос, мы можем отвечать? Давайте. Нашний вопрос по СМС-сообщению пришел. В 2016 году поставили диагноз диабет второго типа. Сможете ли вы помочь, и насколько эффективна ваша программа антидиабет? Безусловно. Это как раз наша специализация. У нас есть программа антидиабет, которая для этого и существует. Приходите, пожалуйста, на наши встречи. У нас будет два дня посвящено сахарному диабету специально. Это будет суббота и понедельник. Но вам все понадобится, потому что на самом деле причины всех вот этих вот тяжелых хронических заболеваний примерно одинаковые. Симптомы называются метаболическим синдромом. И причины примерно одинаковые. Атеросклероза, сахарного диабета. И просто у разных людей по-разному проявляются. В зависимости от той или иной генетической склонности человека. Но причины примерно одинаковые. И бороться надо с причинами. Потому что на самом деле медицина, к сожалению, современная, болится со следствием. Просто локально понижает уровень сахара в крови, когда человек принимает те или иные препараты. А бороться надо с причиной. Причиной сахарного диабета второго типа является инсулиновая резистентность. То есть невосприимчивость клеток организма к инсулину. То есть в принципе невосприимчивость, когда у вас инсулин в организме вырабатывается, но клетки организма его не воспринимают. С этим можно и нужно работать. У нас, я скажу так, 100% людей, которые 90-дневную программу антидиабет проходят, у них улучшение существенно. Порядка 80, чуть больше 80% радикальное улучшение. От диабета избавляются за несколько месяцев очень многие люди. За несколько месяцев, за год избавляется подавляющее большинство людей. То есть просто это простое, ничего тут сложного нет. Это все те же аспекты, что я сказал. Питание, физическая активность посильная, подчеркиваю, посильная. И образ мыслей. Вот эти вот три вещи мы регулируем. Но на ваших семинарах вы будете непосредственно обучать. Конечно. Всему я буду обучать. Практическим навыкам, как этим бороться. Как может человек сам разработать с вашей помощью программу оздоровления. Да, да не надо разрабатывать. Я ее дам. Я ее дам в руки. Я расскажу, как ей пользоваться. Но как человек может ее осуществить. Конечно. Я дам в руки. Два дня посвящено диабету. Почему? Потому что это наиболее такая существенная из вещей, о которых я буду рассказывать. Такая, я имею ввиду, болезненная. И я там полностью все в руки. Бери и пользуйся на самом деле. Давайте я напомню, что телефон, по которому вы можете узнать всю информацию о семинарах долголетия и здоровья, которые пройдутся 2 по 9 октября в Чикаго, в Баффало-Гроу, в 14-1 в Вест-Дон-Ди-Роуд. Вы можете позвонить по телефону 224-628-2144. И я подробно расскажу, как записаться на семинары Игоря Целенчука. Да, спасибо большое, Юля. Итак, вообще сахарный диабет это не приговор второго типа, во всяком случае. Это точно не приговор. А если два года назад только поставили, так я думаю, что мы с этим справимся достаточно эффективно. Знаете, такое количество людей сейчас обращаются вот к нам, когда приезжают на остров здоровья, мы проводим диагностику и так далее. Огромное количество людей до 40 еще лет, и 45, скажем, имеют пограничный бордерлайн, так называемый уровень сахара. Я думаю, вот ваши лекции, семинары именно о профилактике диабета помогут людям вот с такими как раз таки показателями, когда там, например, A1C 6,2, 6,1, то есть это бордерлайн, врачи некоторые грамотные не советуют еще переходить на медформе, на таблетки, говорят соблюдать диету и так далее. То есть вот этим людям, я считаю, это просто необходимо посетить ваши семинары для того, чтобы правильно всю информацию воспринимать и заняться таким вот курсом самооздоровления. Потому что если человек, я думаю, вы со мной согласитесь, начинает уже принимать химические препараты, то бороться с этим недугом становится тяжелее. Потому что, ну, я думаю... Это разные стадии, конечно, Юля, конечно, это разные стадии. Всегда делать профилактику раньше легче. Я почему вот, я думаю, что аудитория тех, кто слушает наше радио сегодня, и вообще вашу передачу, это очень правильная аудитория людей. Это люди, которые заботятся о своем здоровье и думают... Знаете, есть вещи, которыми поздно заниматься. Ну, вообще здоровьем никогда не поздно, но лучше всеми вещами заниматься раньше. Знаете, люди склонны к тому, что пока не заболело, не заниматься. Но сахарный диабет – это такая страшная штука, которая, если начинает что-то болеть, это уже, дорогие друзья, это уже идут страшные осложнения сахарного диабета. А диабетическая стопа, знаете, что такое? Диабетическая стопа – это гангрена потом происходит, и человеку ампутируют ногу. И это одно из самых, скажем, частых осложнений. Мы не будем пугать наших радиослушателей. Да, я-то знаю это хорошо, моему дедушке так ампутировали ногу. И у меня этот страх с 13 лет, мне 13 лет тогда было. И я очень хорошо это все помню. Я из группы риска сахарного диабета, я вот лично из группы риска сахарного диабета и ожирения и всего на свете. И у меня жировой гипотоз печени был, пока я за себя не взялся. Я не рассказывал нашим слушателям, я весил порядка под 140 килограммов. Это 300 паундов я весил. А сейчас больше чем на 40 килограммов похудел, вот в марафон буду бежать. И завтра полумарафон бегу после нашей беседы. У нас это будет завтра, через полсуток бегу полумарафон. И нормально все, хорошо, в удовольствие, понимаете, в удовольствие. Но это все дело системы. И вот процесс оздоровления собственного нужно поставить в систему, на систему. И вот эти системные основы каждому человеку, каждый человек на наших семинарах здоровья и долголетия, на нашем интенсивном курсе, я гарантирую, что 100% людей, которые туда придут, найдут для себя абсолютно необходимые вещи для внедрения. Еще раз подчеркиваю. Почему я там постарался рассказать все за 6 дней? Все. У нас есть еще VIP день, 7-й. Там я буду лично работать уже с вами, с теми, кто запишется на VIP день. А так я постарался максимум туда вместить. Почему? Потому что каждый точно для себя найдет. И не надо себя тешить иллюзиями, что у меня там каких-то заболеваний нету, а к этим у меня никакой наследственной предрасположенности нету. Друзья, это иллюзии при современном уровне экологии, при современном уровне продуктов, которые производятся, а мы едим, к сожалению, да, и при всем остальном, при том количестве машин, которые ездят по улицам, и выхлопных газов, да, нужно заботиться о себе усиленно. Если бы вы жили где-то в селе в 19 веке и ели натуральные продукты, самовыращенные на своем огороде, то, может быть, по-другому надо было бы себя вести. Но тогда была высокая смертность из-за того, что не умели бороться с простыми по нынешним временам болезнями. А сейчас другая ситуация, и нужно за собой следить и за себя браться. Но тут есть радостная новость, радостная новость очень простая, это делать не сложно и не тяжело, просто нужна система, просто система. Вот эту систему я хочу дать вам, да, потому что на самом деле сейчас, если даже в интернете смотреть и где-то слушать, информации немало, информации слишком много, информация разрозненная, информация противоречивая. В одном месте пишут так, в другом месте пишут так, в третьем месте пишут так. Мы отобрали то, что научно доказано и что работает. Вот это я буду рассказывать. Мы можем прерваться на рекламу и буквально через пару минут мы вернемся. Долголетие. Здоровье. Активность. Научимся этому вместе. Впервые в Чикаго. Семинар-тренинг «Здоровье и долголетие» под руководством Игоря Целинчука, президента Международного института здоровья человека, автора проверенных и запатентованных методик оздоровления. Преодоление хронических заболеваний с помощью собственных возможностей организма. Победа над диабетом второго типа. Предупреждение инфарктов, инсультов, атеросклероза, болезни Альцгеймера. Возвращение к нормальной жизни после перенесенных заболеваний. Стабилизация веса. Тренинги проводятся со 2 по 9 октября в 7 часов вечера по адресу 14.01 в Эст-Данди-Роуд в Баффалагров. Внимание! 2 октября вход на семинар бесплатный. С 10 по 17 октября Игорь Целинчук проводит авторские семинары на острове Здоровье во Флориде. Специальная детекс-программа, все процедуры и индивидуальные занятия. Информация о семинарах и билетах на сайте www.443-322.ru По телефону 224-628-2144 и в газете 7 дней. И вот пришел на мой телефон вопрос. Кстати, Светлана, я вспомнила вас. Светлана отдыхала у нас на острове Здоровье уже 2 раза. И вот она спрашивает про ваш семинар и про поездку, которая состоится при вашем участии уже с 10 по 17 октября. Будете ли вы проводить конкретные практические занятия, если у Светланы ревматоидный артрит? Можете ли вы помочь в этом вопросе? Есть моменты, по которым могу. И я как раз, я думал, даже может быть полдня какого-то в нашем семинаре я выделю для этого. А на острове Здоровье, конечно, я по этим вопросам помогу. И в итоге диатрит это не простая штука. Но есть эффективные вещи, которые, во-первых, могут намного улучшить состояние, намного уменьшить болевые ощущения. Есть определенные упражнения, я их покажу. Ну и определенные вещи, связанные с питанием, я буду их рассказывать и рекомендации по этому поводу. То есть, конечно, это ревматоидный артрит относится к тяжелым хроническим заболеваниям. Точно так же. Это все из той же когорты. Их очень долго перечислять. Я перечисляю те, которые являются основной причиной смертности. Я начинаю с них. А это инфаркты, инсульты, сахарный диабет второго типа. К сожалению, это основная и почечная недостаточность. Я про нее тоже буду говорить. Это основные причины смертности. Но ревматоидный артрит это тоже тяжелое хроническое заболевание. Очень неприятное, естественно. И мы будем многие вещи делать тоже, в том числе и для этого. И для предупреждения его, да, все-таки, и для улучшения состояния. Конечно. Естественно, что это тоже относится к числу тех заболеваний, которые лучше не допустить, чем потом ими заниматься. Но в любом случае, я хочу одну оптимистическую и абсолютно правдивую вещь сказать. Нету такого времени, когда поздно заниматься собой, друзья. Нет такого времени, что вот уже поздно и опустились руки, и поздно собой заниматься. В любой ситуации можно сделать свое состояние лучше, самочувствие лучше, и течение любой болезни можно ослабить и даже обратить вспять. Это, ну, зависит от стадии, конечно. Вот. Мы не волшебники. Мы просто люди, которые используем новейшие научные достижения. Все. Но при этом всем нужно четко понимать, что проще всего опустить руки и ничего не делать, и сказать, дорогие врачи, лечите меня. Врачи не смогут. То, что врачи могут вылечить, они лечат. Успешно, между прочим. Вот. Операции на сердце делают, на почках, на печени. Множество. На мозге делают операции. То, что врачи могут хорошо, успешно вылечить, замечательно лечат. Я очень уважаю врачей. Вот. Но врачи не всесильны. То, что должен человек сделать сам, то, что человек должен сделать сам, а за собой человек должен сам следить. Никакой врач не может встать за человеком с палкой и следить, делай так, не делай так. Ну, не может это врач сделать. Человек за собой должен следить сам. У нас есть вот еще один вопрос. Да, давайте. Давайте. Поделитесь, пожалуйста, успехами ваших пациентов. Есть ли конкретные случаи выздоровления в вашей практике? Да, конечно. Ну, тут очень, как бы, тут очень, тут очень, как бы, так широко вопрос задан, но я постараюсь широко ответить. Ну, конечно. Ну, по сахарному диабету, по сахарному диабету, люди на инсулине отказываются за 3-4-5 месяцев от инсулина, переходят на таблетки, а еще через 3-4 месяца отказываются и от таблеток. Это сахарный диабет второго типа. У меня есть ученица из Литвы, она пришла с сахаром 20 в программу антидиабет. Ну, это мы, 20 это А1С, внутренний, наверное, сахар это, да, который... 20 это, ну, это гликированный гемоглобин, это, ну... Да, это А1С. Это, уровень сахара 20, уровень сахара 20, это... А норма где-то 5,6. Ну, до 6, допустим, да, вот, до 6. И норма... 3 раза. 20, да, я хочу, чтобы вы понимали, 20, если человек несколько лет живет, у него развиваются необратимые последствия. Необратимые, ну, то есть страшные. Слепнет человек там и так далее, и так далее. Вот она пришла вот с этим уровнем сахара. Через 2 месяца, через 2 месяца у нее был уровень сахара 7,1. 7,1 через 2 месяца. Без лекарств, подчеркиваю. Без лекарств. Она очень не любит лекарства, она никакие... Она отказывалась там по религиозным соображениям принимать лекарства. 7,1 у нее был уровень сахара через 2 месяца, да. Через 4 месяца мы нормализовали ей уровень сахара. Был 20, пришло 20. За 4 месяца нормализовали человеку уровень сахара. Она через полгода пришла к доктору, и доктор просто обалдел и говорит, так у вас же нету никакого диабета, у вас 5,7. Какой диабет? Нет диабета. А у нее, ну, в компьютере было записано, там, диабет страшный, отказывается, отказ от лечения, там, и так далее. Это одна. Иоланта ее зовут, из Литвы. Второй мой ученик, Михаил, из Израиля. Значит, полтора года назад ему врач-кардиолог после двух инфарктов и одного инсульта дал полгода жизни. Врач-кардиолог в Израиле, очень хорошие врачи, вы знаете. Врач-кардиолог дал ему полгода жизни. Полгода жизни дал. Вот. У Михаила прошли эти полгода каким-то образом, да, и он решил, что надо собой все-таки, ну, надо... Он, человек, не опускал руки. Он молодец. Вот. Под 80 лет, но человек, профессор, он доктор наук. Вот. Он нашел мою программу тогда и вступил в программу антидиабет, а у него диабет сахарный второго типа. Ну, к двум инфарктам, инсульту, сахарный диабет еще второго типа и анемия. Вот. И что я вам хочу сказать. Он, ну, он жить не должен был уже, да, по ожиданиям врачей. Пришел с тех пор, больше года пришло. Михаил, у Михаила сейчас сахар без лекарств 6,5, подчеркиваю. Без лекарств у него сахар 6,5. Значит, он плавает по 500 метров в бассейне. А анемия, знаете, с анемией плавать не так легко. А когда не может из-за анемии, он гуляет по несколько километров. Ну, и он живет нормальной жизнью. Он уже давно должен был быть на кладбище, вы понимаете? Нельзя так говорить, но ему так врачи сказали. Поэтому это просто то, что я вот сейчас вспомнил. Да, ну, на самом деле их же очень много учеников. У нас через нас пришло больше 100 тысяч человек. Получила мои видеоуроки бесплатные, как похудеть легко и навсегда называются. Я когда похудел на 40 килограммов, я эти видеоуроки записал для людей. Люди худеют, люди избавляются от многих заболеваний. Множество, множество, конечно, этого всего. Я буду, может, подробнее на семинаре рассказывать, конечно. Я отвечу на этот вопрос, и чтобы было понятно. Есть две категории людей. Есть две категории людей в жизни, да. Это люди несчастные, которые во всем винят кого-то. И люди счастливые, которые ищут возможности достигнуть того, что им нужно. И каждый человек определяет сам, к какой категории он относится. Так вот, счастливые люди ищут возможности и делают все, что у них получается. А несчастные люди ищут виноватых в своих бедах. Вот, я больше ничего не буду объяснять, а каждый из наших слушателей, все умные люди, все все поймут. Спасибо, друзья. Давайте вопросы, пожалуйста. По СМС-сообщению пришел. Самые большие цифры при потере веса в вашей практике? Насколько похудели ваши... Самые большие цифры на потере веса, ну, 80 килограммов есть. Килограмм или паундов? Нет, килограммов, конечно. Я в килограммах мыслю, да. В паундах не умею. В паундах это получается сколько? 100, там, 2, 180 паундов. Почти в два раза больше. Да, нет, на самом деле, значит, у меня есть ученица, у меня с ней видео записано, еще было несколько лет назад, года три. Она похудела в два раза. Она весила 120 килограммов, да, это сколько получается, по-моему, там, 250? 250, да. 250-260. Похудела в два раза до 60 килограммов за год. Ольга, Ольга ее зовут, она в Португалии живет. Значит, в два раза человек за год похудел. У меня есть с ней видео, она рассказывала, как это произошло. По моей методике, просто взяла в руки, взяла себя. Сначала она поверила в себя. Я хочу, друзья, понять, чтобы вы поняли одну вещь. Сначала нужно поверить в себя, всегда. В ваши возможности. Потому что я вам со всей ответственностью говорю, каждый человек может все. Вот все. И не надо себя сравнивать с другими, надо себя сравнивать с таким, какими вы были вчера. Каждый человек может каждый день достигать прогресса. Каждый день. Если он двигается по правильной программе, если он знает, что делать, и не отклоняется из стороны в сторону, не колеблется, а делает то, что нужно, и делает правильные вещи. И последователен, да. И сравнивая себя сегодняшнее. Я вам про себя скажу, да, просто, чтобы было, да. Я сейчас вешу меньше, чем весил в 25 лет. А мне 50. Я сейчас могу пробежать значительно больше, чем я мог пробежать в 25 лет и даже в 20 лет. Подчеркиваю. Значительно больше. Мне тогда не снилось не то, что марафон. Мне 10 километров тогда было очень трудно пробежать. Я в армии, когда бежал марш-бросок 10 километров, я умирал, потом лежал, знаете. А сейчас 10 километров на тренировке, через день бегаю, и это просто как легкая разминка. Понимаете? Каждый человек может сделать. Если он хочет, если он знает, как, у него в руках есть правильная методика, и он верит в себя. Все. Больше ничего не нужно. И знает зачем. Друзья, я в силу воли не верю. У нас нет ничего, что основано на силе воли. Я не верю в силу воли. Сила воли долго не работает. Долго работает внутренняя мотивация человека, когда он знает зачем. Если человек хочет быть счастливым, если человек хочет быть в семье счастливым, со своими детьми, со своими внуками, со своими правнуками, если человек хочет книги писать, творить до 100 лет, до 110 лет, если у человека есть такие желания, и он это может делать и хочет, если ему есть чем заниматься, он, конечно, мотивирован. А если человеку нечем заниматься, и он скучает и не знает, какую программу телевизора включить, конечно, наверное, ему будет сложно. Игорь, у нас вопрос есть такой. Интересно, люди слушают программу. Значит, спрашивают, представьте, с кем вы беседуете, мы не понимаем, о чем идет речь. То есть, можете еще раз представиться? Конечно. Потому что такое впечатление, что люди или включают... Ну, может, включились только что. Все нормально. Друзья, меня зовут Игорь Целинчук, я президент Международного института здоровья человека. И мы занимаемся тем, что помогаем людям бороться с тяжелыми хроническими болезнями с помощью внутренних сил организма. Потому что организм у нас очень силен, мы его просто угнетаем разными факторами. В частности, с сахарным диабетом второго типа, инфарктами, инсультами, атеросклерозами сосудов, болезнью Альцгеймера, деменцией, предотвратить вот эти страшные болезни. И прочие-прочие вещи. Артриты, артрозы. Это все так называемые болезни старости. Что такое старость? Старость – это когда организм изнашивается. Но это не значит, что их нельзя предупредить. И это не значит, что состояние организма нельзя улучшить. Можно и даже нужно. И для этого есть множество правильных методов. Главное использовать правильные, не использовать неправильные. И эти методы – это не всегда выпить таблеточку. Друзья, вы понимаете? Не всегда выпить таблеточку. Хотя есть таблеточки, которые тоже нужны. Но надо ими не злоупотреблять. Вот. Надо их пить в том случае, когда могу. Вы можете дать, пожалуйста, нашим радиослушателям ссылку? Может быть, где-то на сайтах, чтобы о вас почитать? Конечно. Набирайте в интернете «Игорь Цаленчук». И вы найдете ссылку на мои сайты, на мой YouTube-канал, на мои соцсети, на статью в Википедии обо мне. «Игорь Цаленчук». Все. Да, вы все найдете. То есть, никаких проблем. Мы… Или на сайте. Да, мы не… Да, все есть. У меня сотни… У меня несколько сотен видео на моем видеоканале. У меня 150, по-моему, статей на сайте. Ну, есть, что почитать и есть, с чем ознакомиться. Есть бесплатные видеокурсы выложены. Множество всего очень полезного для вас. Друзья, мы работаем для того, чтобы вы имели в руках инструменты. Чтобы не надо было мучиться, как я. Я 20 лет пытался похудеть. Я пытался похудеть 20 лет. В клиниках лежал. Вес уходил, потом назад возвращался, когда я к обычной жизни возвращался. Потому что не было способа удержания этого всего. У меня был жировой гипотоз печени. Гипертрофия левого желудочка сердца. Еще там куча каких-то гадостей была. Ничего этого сейчас нет. Холестерин был высокий. Там и так далее. Ничего… Просвет сонной артерии суженный. Ничего этого сейчас нет. Это… Ну, просто я вовремя собой занялся. Я лично вовремя собой занялся. И у меня нет силы воли, я забыл сказать. Силы воли у меня нет никакой, да? У меня нет, да. Вы знаете, есть волевые люди, я ими восхищаюсь. Такие вот выдающиеся волевые люди. Знаете, как комок нервов такие, да? Я не такой. Я обычный человек, ленивый, без силы воли, обычный. Но, тем не менее, я все это сделал. Понимаете? Почему? Ленивый человек, наверное, не будет бежать в марафон, я думаю. Почему? Я лениво бегу марафон, не спеша. А, лениво. Лениво, не спеша. Так, чтобы себя не мучить. Конечно, я не выкладываюсь. Я, вы знаете, я бегу, вот бежал недавно полумарафон, в конце там последние 500 метров я как спринтер побежал. Потому что я не выкладывался и в конце у меня куча сил осталась. Я всех обогнал человек 20-25 по дороге, которые бежали, как я. Ну, что у меня силы. Я всегда экономлю силы, я не выкладываюсь. Ну, я же не профессионал. Я для своего удовольствия все делаю. И бегаю, и все-все-все я делаю для своего удовольствия. А вот работаем мы так, чтобы получать удовольствие, но так, чтобы людям было хорошо. На самом деле, и так, чтобы люди... Очень часто приходится нам сталкиваться с недоверием людей. По одной простой причине. Людям никто не сказал, что они могут все. Люди в себя не верят, вы понимаете? Недоверие людей это не к нам недоверие, это к себе. Что человек сможет и видят люди, что есть методика, и видят, что какие другие результаты добились замечательные. Но думают, что это какие-то особенные люди, какие-то необыкновенные, какие-то там, какие-то супергерои, какие-то суперволевые. Да нет. Обычные люди, я вот про которых рассказывал сейчас вам в передаче, примеры приводил. У меня есть там сотни примеров, я могу рассказать. Просто это займет не одну такую передачу, а несколько десятков людей. Ну вот на ваших сайтах есть описание? Конечно, конечно, на сайтах есть. Много есть всего. Истории людей, да. Множество есть истории людей, всего-всего-всего. Но, друзья, заходите. Даже на сайте нашем 443322.ru. 443322.ru. Это сайт нашего интенсивного курса в Чикаго. Вы заходите туда, там есть, что пишут мои ученики. Это прямо из Фейсбука взятые. Давайте, у нас остается не так много времени. Почитайте. Давайте. Это с вами состоится уже вот через неделю. Со 2 по 9 октября включительно вы будете на ваших семинарах. Вы прилетаете 1 числа на марафон, ну и затем вы проводите ваши семинары. Со 2 по 9. Запись по телефону 224-628-2144. 628-2144. Или выходите на сайт 443322.ru. На сайте можно также зарегистрироваться. И первый семинар, первая лекция 2 числа будет бесплатный. Только обязательно нужно зарезервировать места. Количество мест ограничено. Адрес 1401 в Вест-Данди. Это в Баффало-Грофт. А также с 10 по 17 Игорь Целинчук будет курировать поездку группы, которая летит из Чикаго на остров здоровья в Холлендейл, во Флориду. И там уже будут практические занятия и семинары, которые будет проводить Игорь Целинчук. Помимо этого будут, конечно же, все детокс-программы, экскурсии. То есть это полная программа с отдыхом. И, конечно же, самое главное, занятиями, практикой Игоря Целинчука. Так что звоните 224-628-2144 и резервируйте места заранее со 2 по 9 на семинары, которые пройдут в Чикаго. Спасибо, Юлия. Я хочу один вопрос, может быть, просветить людям. Это очень важный вопрос. У нас одна минута только. Был вопрос, да. Я сразу его отвечу. Был вопрос такой, можно ли предотвратить рак? На самом деле рак – это страшная болезнь. Вы знаете, ну, их много видов есть. Можно ли предотвратить рак? Я сразу говорю, что рак можно предотвратить. Большая вероятность есть того, что его можно предотвратить. Есть два вида рака. Есть 60-70% видов рака – это рак, который от поломок в ДНК человека зависит больше. И там есть одни методы. Я о них буду, кстати, рассказывать на нашем интенсивном курсе. Да, конечно. В день, когда про долголетие будем говорить. И второй вид есть рака – это которые возникают из-за воспаления. И там другие есть методы, чтобы снизить уровень воспаления, который используется. И конкретно я все это вам дам программу. Это не какое-то знахарство, это научно подтвержденные данные. И это каждый человек может делать, ничего тут такого нет. И очень это хорошо работает и очень хорошо действует. Друзья, мы лечением онкологии не занимаемся, потому что это все-таки очень специфическая вещь. Ну и этим занимаются специалисты. А вот профилактикой онкологии очень даже мы занимаемся. И это очень серьезная вещь. И профилактикой болезни Эльцгеймера. Спасибо большое. За ваши все знания, за то, что вы делитесь с нами. И до следующей передачи. Всем хорошего дня. Будьте здоровы и добрее. Большое спасибо. До свидания. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok